Напомним, что 19 июня парламент принял закон о налоге на сладкие напитки, согласно которому налогом должны были облагаться напитки, содержащие сахар или вещества, которые делают их более сладкими. Если прогуляться по нашим магазинам, то можно легко заметить, что таких напитков подавляющее большинство и сахар, прозванный «белой смертью», есть везде, кроме, пожалуй, томатного сока. Так что президент Эстонии вовсе не выступает против закона в целом и разделяет его цель, которая заключается в уменьшении вреда здоровью от чрезмерного потребления сахаром. При этом она считает, что освобождающиеся от налога сладкие напитки, которые продаются, например, на морских и воздушных судах во время международных полетов и морских путешествий, нарушают зафиксированный в Конституции Эстонии принцип равного обращения. Президент считает, что непонятно, почему одни компании должны платить этот налог, а другие нет. Правда, есть специалисты и экономисты, которые убеждены, что причина отказа президента может быть совсем иной. И просто найдены формальные причины, чтобы отсрочить этот закон на некоторый срок. Ведь не успели промышленники и финансисты подсчитать потери от увеличения акциза на алкогольные напитки, который вступил в силу с нынешней недели. Как в воздухе уже витает новая фискальная идея обложить новым налогом все сладкое. Почему-то мне кажется, что если на какие-нибудь 10-15 центов станет дороже бутылка лимонада сладкого, вред ли это любителей сладкого от него отвернет. Я думаю, что все-таки таким путем бороться за здоровье население – это не лучший вариант. Наверное, это надо делать пропагандистски. В общем, есть опыт борьбы с курением, кстати, довольно успешный, где ценовой элемент не является решающим. Тем более, что многие в стране убеждены, что налог предполагается вести не во имя здоровья, а только ради пополнения бюджета и, в частности, дефицита больничной кассы. Союз пищевой промышленности назвал такую позицию циничной. Напомню, что подорожают все сахаросодержащие пищевые продукты. А еще и хлеб, творог, маринады для мяса и многое другое. К тому же опыт многих стран показывает, что администрировать такой налог очень непросто. Действительно, после сахарного налога надо было бы вводить уже тогда акции на соль, а там, может быть, на какие-то еще такие вещи. Я думаю, что президент правильно сделала. Все-таки он такой не очень экономически обоснованный и такой налог, вызывающий прежде всего не только недоумение, но и желание острить по этому поводу. В свою очередь, непровозгласившая закон Керсти Каллилайт считает, что незаконно заставлять владельца магазина и ларька брать на себя еще, так сказать, и фискальные функции. Трудно понять, каким образом продавщицы или даже директор маленького магазина смогут проверить, уплатил ли поставщик сахарный налог или умело от него сбежал. В общем, ясно, что для сладкоежек наступила временная передышка, тем более, что парламент в отпуске. С другой стороны, действительно очень неприятно, что такой важный для здоровья людей аспект, как потребление сахара, станет лишь разменной монетой в большой политической игре. Сергей Дадыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.